Обильная и сытная пища, хороводы, песни, игры. Славянский обычай именно так отмечать масленицу достался нам в наследство от предков. Всегда считалось, что человек, который проведет масленичную неделю плохо и скучно, будет неудачлив в течение всего года. Наша съемочная группа решила не упустить свою удачу и отправилась на проводы кубанской зимы. Вот такая она, настоящая масленица. Веселая, задорная и сытная. Лакомство повсюду, ведь это последний день перед Великим Постом. Главный атрибут праздника, конечно, блины. Песни, конкурсы, хороводы, обряды, игры, спортивные состязания. Последний день масленицы славянцы отметили, как и полагается, широко и весело. Подходи, честной народ, к нам на представление. Ждет вас праздник озорной, всем на удивление. Подходи, старый, млад, сбросьте с плеч заботы. Отдохнуть ведь каждый рад. После дней работы. Наша съемочная группа узнала, как славянцы провели масленичную неделю и что для них означает этот праздник. Масленичная неделя, ну, мы работали и дома, и блины пекли. Сегодня прощенное воскресенье, да? Вот у всех прощения попросили. За наши грехи, кто кого обижал. А вот сейчас пришли посмотреть концерт. Родители наши праздновали, мы теперь празднуем. Каждую неделю блинчики делаем, деток приглашаем. Ну, как обычно, как все люди, так и мы. Я люблю масленицу, потому что вкусные блины. И люблю, хотим печь. Масленица для меня это традиционный русский праздник. Чедрый, сытный. Сюда пришли, потому что захотелось праздничного настроения. Почувствовать праздник, ощутить всю эту широту русской души, как говорится. Послушать песни. Василий Шульга традиционно приходит на площадь в день проводов масленицы, вместе с женой и дочкой. По словам главы семьи, они очень любят этот праздник и чтут все его традиции. Приходим на площадь, следим, смотрим, как лазят на стол. Ну, призы зарабатывают. Ну, молодцы парни, молодые, здоровые, крепкие. Ну, очень интересно. Конечно, в этом году погодка немножко подкачала, поэтому народу чуть поменьше. Прежде всего для нас это народный праздник наш, исконно русский. Больше всего нравится все устройство, вся обстановка праздничная. Сколько всяких интересных рукодельнических постановок, столько для детей. Для всех возрастов все интересно. В общем, рады всегда посещать этот праздник. По традиции завершающий ритуал масленицы – сжигание чучела. Это был своего рода обряд плодородия и жертвоприношения. Чучела – символ зимы сжигали, тем самым приглашая весну вступить в свои права. В качестве жертвоприношения на праздник изготавливали большую, смешную и одновременно страшную куклу, которая олицетворяла собой чучело масленицы из соломы или тряпок. Его наряжали обычно в женскую одежду, как древний и вполне священный образ божества. Эти традиции дошли и до нашего времени, правда, немного в измененном виде. Сжигать чучела в этот день на площади не стали. А кульминацией празднования последнего дня масленицы стал розыгрыш призов. Для того, чтобы их получить, нужно было вскарабкаться на столб и сорвать заветный подарок. Стоит отметить, задача оказалась не из простых. Покорить эту высоту удалось далеко не всем. Одним из тех, кто все-таки забрался на столб, да еще и установил рекорд, сделал это всего лишь за 20 секунд, был Игорь Ирхин. Как признался молодой человек, для него это оказалось несложно. Очень легко, главное, схватиться хорошо. Без одежды проще, потому что не скользит. А так вообще легко было. Я занимаюсь полденцем, поэтому мне было легко очень. Вот такой веселой, широкой и вкусной была масленица в Славянске-на-Кубани. Сразу после которой начался Великий пост. Самый важный и долгий пост Православной Церкви. Это время не только воздержания от определенной пищи с целью очищения своего тела. Это прежде всего духовное очищение и возрождение. Тина Копычевская, Игорь Ванчугов, программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова